получили через Маши Рабену 3334 года назад. Хорошо, дорогие друзья. Итак, сегодня мы находимся в главах Шмени. Главах Шмени. И эту главу читают в обычный год, как сейчас, не в высокосный год. Читают ее после Песоха всегда, а в высокосный год ее читают прямо перед Песохом. И мы сегодня поговорим о том, как связана эта глава с Песохом. То есть вот только что закончился Песох. И глава Шмени, в ней рассказывается о том, как Арон начал службу в Мешкане. В этой же главе погибли два его сына. Два его сына, которые неправильно служили Всевышнему. И вышел огонь, и погибли два сына. И в этой же главе рассказывается о кошерных и некошерных животных. И вот мы сейчас поговорим как раз о кошерных и о некошерных животных. Потому что в этой главе перечислены полностью законы питания. И законы питания, они настолько важны, что когда-то к одному раввину пришли одна пара, которые решили начать соблюдать заповеди. И они очень хотели начать соблюдать. Они верили в Бога. Они хотели с Богом соединиться, приблизиться. Но человеку очень тяжело менять свой образ жизни. Человеку очень тяжело менять себя, свои привычки. Меняться очень тяжело. И они сказали честно раввину, что мы хотим начать с какой-то одной заповеди, которую берем на себя соблюдать, а дальше посмотрим. То есть мы будем стараться. Мы будем стараться. И вот, значит, этот раввин думал, какую заповедь им сказать. И он пошел к... Тогда был самый глава мира Ишиф, глава религиозного мира, вот эта традиция передачи Торре, был Рав Шах. Рав Минахим Шах. Он пришел к нему задать этот вопрос, какую заповедь сказать? Какая одна заповедь, с которой лучше всего начинать соблюдать? И есть заповедь Шаббат, например. Шаббат считается, что кто соблюдает Шаббат, Шаббат – это как знак союза. Кто соблюдает полностью Шаббат, ему прощаются все грехи, которые связаны с неверием. Потому что Шаббат – это реально такая очень знаковая заповедь, когда ты отключаешься, и ты соединяешься со Всевышним, и ты доверяешь Всевышнему, и ты на 25 часов, получается, на 25 часов ты погружаешься в духовную реальность. Этот раввин думал Шаббат. Но Рав Шах сказал, не, не надо Шаббат. Шаббат не надо с него начинать. Почему? Надо начать с заповеди питаться кошерной едой, то есть соблюдать кошерут. Не есть некошерных животных и кушать только кошерное. Кто спросил, почему? Он говорит, смотрите, то, что человек кушает, становится им. И если человек кушает некошерных животных, некошерное мясо, насекомых и так далее, это все некошерное, то, что запрещено, то его душа, она закрыта. То есть пища становится им. И он приобретает все эти качества некошерных животных, которые, они просто закупоривают его от духовности. Поэтому он ему сказал, что пускай начнут с того, что возьмут на себя соблюдать кошерут, а через какое-то время их душа очистится, и, значит, они спокойно воспримут тогда все остальные заповеди, то есть им легче будет соблюдать все остальные заповеди, понимать Тору, потому что тот, кто есть некошерное, он не может понимать Тору. Ну, теперь, значит, а что такое кошерное и некошерное? Вот это вот большой вопрос. И в этой недельной главе Всевышний нам сказал, что есть животные, да, которые кошерные, и есть животные, которые некошерные. Есть рыбы, которые кошерные, которые некошерные. Есть птицы, которые кошерные, которые некошерные. Есть насекомые, которые все некошерные. Вот эти шаратсим, которые ползают, шаратсим, все рептилии, они не кошерные. Вот нет ни одной кошерной рептилии, представляете? Все там змеи, лягушки, ящерицы, черепахи, все насекомые, которые живут под землей. Вы знаете, что насекомых в мире по весу больше, чем людей, животных и птиц вместе взятых. Только большинство, 80% насекомых живет под землей. И их роль в земле настолько велика, что мы думаем, что мы человек-царь животных, царь мироздания. Но если мы посмотрим этих насекомых, их дикое количество. А я недавно узнал, я не проверял эту информацию, но я прочитал в одной из книг, что это сказал Эйнштейн. Но откуда он знал, правда, непонятно. Что если на земле исчезнут пчелы, то человечество исчезнет через 4 года после пчел. Казалось бы, пчелы. Что? Но если бы не было пчел, они бы не опыляли цветы. Они не опыляют цветы, не растут ничего. То есть сразу бы разрушилась вся система мироздания, если бы не было пчел. Теперь, значит, все животные важны, все животные нужны. Но для человека, который хочет соединиться с Богом, в главе Шмини, который мы сегодня изучаем, Бог сказал, что есть животные кошерные, есть некошерные. Есть рыбы кошерные, есть некошерные. Есть птицы кошерные, есть птицы некошерные. И все насекомые некошерные. Все шратим и рептилии, насекомые некошерные. Теперь давайте посмотрим, как это работает штука. Значит, ну, давайте в деталях. Значит, когда Бог перечисляет кошерных животных, то у кошерных животных должно быть два принципа. Первый принцип, первый принцип, значит, первый пир, первейший принцип про животных, который Всевышний нам указал, это животных можно есть только тех, у кого раздвоенная копыта, и которые жуют жвачку. Они отрыдевают, то есть жвачные животные, они едят траву, получается, отрыдевают ее, потом пережевывают опять. Но у них должно быть раздвоенное животное. Это все животные не хищники, это все млекопитающие. Это все добрые животные, это все животные чистые, это все животные, которые, когда ты их съедаешь, и мало этого, когда ты их съедаешь, они должны быть зарезаны по методу шхита, то есть ножом, в котором нет ни одной зазубрины, и сразу им перерезается горло, пищевод, дыхательные пути и все нервы, которые идут в мозг, то есть это животное не страдает. И потом нужно из них полностью слить кровь, потому что в крови душа. И тогда ты съедаешь животное, потом нужно его проверить, чтобы у него не было ни одной болезни, от которой оно могло бы умереть. И после этого ты можешь съесть это животное, потому что это животное не меняет твою духовную сущность. В нем нет крови, оно не страдало, в нем нет адреналина, оно было здорово. И оно по природе своей чистое, доброе, хорошее животное. То есть овечка, дальше коровка какая-нибудь и так далее. Веганами тоже полезно, да, то есть ты тогда не попадаешь в эту сложность, да, когда ты веган. Потому что животное, которое ты съедаешь, становится тобой. То есть оно входит в организм, оно расщепляется на какие-то там аминокислоты, формулы. Но в духовном плане через кровь, то есть его программный код, который вот представьте, у человека в крови есть программный код. У каждого из нас человек, например, испугался. У него пошел программный код в там разные гормоны, адреналин, кортизот. Человек разгневался. Ученые сегодня доказали, что вред от пяти минут гнева в организме еще там несколько суток выводятся все вот эти вот вредные яды, которые вырабатываются, когда человек гневается. Сказала нам Тора, что гневающийся человек, все виды ада властвуют над ним. И гнев это как болезнь, которая разъедает плоть человека, представляете? А ученые-то только сейчас до этого дошли. Человек, например, входит в какую-то эмоцию. Это же сразу биохимия мозга меняется. Все это гормоны. То есть кровь, она является как переносчиком программного кода. Теперь, если ты съедаешь животное, например, корейцы, они забивали собаку до смерти. И потом они эту собаку съедали. И они входили в ярость. Обезьяны эти, китайцы разбивали обезьяне голову и ели живой обезьянный мозг. Но у них, они культивировали в себе эти качества, ярость, жестокость, такой гнев. То есть это были качества, которыми они хотели быть похожими на драконов. То есть у них, ты на кого хочешь быть похожим? На дракона. А у нас, значит, если спросишь человека религиозного, на кого ты хочешь быть похожим? На овечку. То есть это разница. Съедаешь ты хищника, ты становишься как хищник. Съедаешь ты овечку, ты становишься добрый, как овечка. Теперь, значит, это два признака кошерных животных. Раздвоенная копыта и жующая жвачку. И Тур обечисляет животных, которые обладают одним признаком кошерности, а не двумя. И говорит, они не кошерные. Например, верблюд. Верблюд, он жует жвачку, но у него копыта, насколько я помню, у верблюда не раздвоенная. У него нет раздвоенного копыта, у него какое-то другое копыто. Лошадь жует жвачку, жует прекрасное животное, но у него копыта не раздвоенная. У него копыта цельная такая, монокопыта лошади. Зайчик, вроде бы хороший, добрый зайчик, жует жвачку, жует жвачку. А копыт нет вообще у зайчика, не повезло. Свинья, у нее копыта раздвоенная, она прям вот так вот сидит, копыта показывает. Но жвачку не жует, свинью тоже нельзя. Все, с животными разобрались. Теперь второе. Второе, это рыба. Рыбы, те, кто живут в воде. Написано, те, кто живут в воде, можно есть только тех, у кого есть плавники и чешуя. И написано так, что если ты нашел рыбу, прям Талмуд говорит, если ты нашел кусок рыбы, отрезанный, есть чешуя, но нет плавников, ты можешь кушать. Потому что нету в мире, говорит Талмуд, нет в мире рыбы, у которой есть чешуя и плавники. Откуда знала устная Тора, что нет такой рыбы? Откуда знал Мошера Бейну, Моисей, в пустыне, в Египте, что нет в мире рыбы, у которой есть чешуя, но нет плавников? Нет такой рыбы, представляете? Искали, переискали, те, кто хотели доказать, что Тора неправда, они думали, ну может вот здесь, как там Мошера Бейну из головы написал. Искали, нет такой рыбы, представляете? Теперь, значит, черную икру нельзя, почему? Осетр как раз та рыба, у которой плавники есть, а чешуи нету. Угарь, это та рыба, которой у угря нет, по-моему, и плавников даже, но чешуи точно нет. Нельзя тоже, ни угря, ни осетрину, ни черную икру, нельзя. Можно только ту рыбу, у которой есть плавники и чешуя. Все. Теперь из птиц. Из птиц там ситуация сложнее, птиц очень много, перечисляются 18 видов птиц. Птиц, которые нельзя. В общем, птиц можно есть только добрых, хороших птичек, которые не хищники, которые других птиц не убивают, не поедают, не едят падаль. То есть птиц можно есть только чистых. Курица там, ну и так далее. Теперь насекомых нельзя есть никотик. И вот здесь очень интересная вещь. А что так насекомых в них такого? Оказывается, насекомые, они обладают, это как биороботы совершенно невероятной сложности, невероятной, ну то есть они вообще другие. Это как другая цивилизация. Они, есть еще птицы, животные, рыбы, они как-то понятные. Насекомые, это вообще страхи. Вот вы посмотрите любого насекомого, увеличьте. Если вы хотите стать как насекомое, то кушайте насекомых. То есть это прямой путь. Я вам скажу, у меня даже была моя догадка, это чисто моя догадка. Почему китайцев больше всех в мире, знаете? Потому что они едят насекомых, и они едят всех, у них основа пищи, вот эти вот присмыкающиеся, которые дико размножаются. И китайцы тоже так же дико размножаются, как и вот эти вот все присмыкающиеся насекомые. То есть ты перенимаешь свойства того, что ты ешь. Вот такая вот у меня была загадка. Догадка. Значит, есть еще очень красивая одна информация, которая позволит запомнить еще важность кошерной еды. Значит, как мы знаем, все мироздание состоит из четырех основ. Основа какая? Первая основа. Это воздух. Основа вторая. Это вода. Третья основа. Это земля. Четвертая основа. Это огонь. То есть четыре есть основных составляющих, из которых составлено все мироздание. Теперь из каждого из четырех этих составляющих выходят основы для греха. Значит, давайте посмотрим, с какими плохими качествами связаны все вот эти четыре основы. Значит, первая основа, например, воздух. Воздух – это руах, дух. Значит, это гордость. Есть люди, которые высокомерные такие, они возносятся, они в воздухе летают, знаешь, о, там, в небесах летают, взлетел он слишком, да. И это качество гордость, оно очень человеку мешает. Оно от него отталкивает других людей. И оно же вызывает второе негативное качество, которое называется раздражение и гнев. То есть чем более гордый и высокомерный человек, тем он менее воспринимает других людей. И тем больше каждый раз, когда другие люди делают то, что он считает неправильным или ненужным, то он входит в гнев и в раздражение. То есть высокомерие, оно вызывает огонь. Огонь – это гнев и раздражение, которое сжигает человека и вызывает конфликты. Вот они так связаны между собой. Воздух – высокомерие и огонь – гнев. Дальше. Вода. Вода, мы все знаем, вода, она символизирует вожделение. Вожделение, все плотские, вот эти вот вожделения, они связаны с водой. Значит, вода – это вожделение, обжорство, невоздержанность во всем, это все вода. И земля – это что? Это лень и грусть. Лень и грусть – это тоже грехи. И лень – грех, и грусть – лень. И вся вот эта вот приземленность такая, прибитость, она тоже является грехом. Теперь что получается? Значит, животные, млекопитающие, они связаны с землей. Они из земли. Ну, так оно связано. Когда сотворялись животные, невзятые из праха земли – это животные. Рыбы связаны с водой. Значит, птицы, понятное дело, связаны с воздухом. И четвертый огонь, он связан с насекомыми, с насекомыми, с рептилиями. Мы знаем, что есть такая саламандра, которая там из огня выходила. Как-то они связаны с огнем. Есть такое арат, это такая ящерица, которая жалит, там кусает, убивает. В общем, это связано с огнем. Теперь просто это такая интересная информация, чтобы увидеть, как все в этом мире взаимосвязано. И когда человек через питание, он очищает свою животную вначале структуру, потом свою духовную структуру, эмоциональную сферу. И потом он также очищает что? Очищает свою душу. То ему легко воспринять потом божественное. Интересно, когда мы с моей женой познакомились, она к тому моменту три года уже не ела мяса вообще. Ей поэтому было очень легко принять вот эту божественную тору, духовность и так далее. То есть она не ела мясо, ела только рыбу и овощи. Причем рыбу ела красную, лосось это кошерная была рыба. Ей было легко поэтому принять тору. Теперь, какая связь между Песохом и глава Ашмени, в которой говорится много о кашруте, о кошерных животных. Связь очень прямая, потому что связь очень прямая. В Песох мы кушали мацу. Песох это время осознанных ограничений, которые мы накладываем на питание. И в момент, когда человек управляет тем, что он ест, а вообще это же инстинкт. То есть человек кушает вот это все на уровне инстинкта, человек не может не кушать, ему нужна еда для того, чтобы сохранять жизнь. И вот животные, они едят на уровне инстинкта, а человек, он выше, чем инстинкты. Он преодолевает свою природу рептилию. У нас есть рептильный мозг, который управляет инстинктами. У каждого человека внутри есть вот этот мозг рептилии. И, наверное, поэтому нам нельзя есть рептилии, потому что тот мозг рептильный, он, очевидно, очень легко перепрограммируется теми рептилиями, которых мы съедаем. То есть, очевидно, я сейчас так думаю, вот этот вот мозг, который управляет инстинктами человека, автоматическими реакциями, это как в компьютере. Вот мы все пользуемся компьютером, мы нажимаем кнопочку, эта кнопочка, она бьет по какому-то контакту, из этого контакта идет электрический сигнал. Есть язык первый, который переводит вот этот грубый сигнал, который идет от кнопочек, он этот грубый сигнал переводит в более мягкий сигнал, который уже цифровой сигнал. Потом этот цифровой сигнал идет, какой-то там есть второй язык, который переводит грубый язык компьютеров, ассамблер он, по-моему, называется, в более, он переводит в более такой язык уже цифровой. Этот язык basic называется, его, по-моему, вот Билл Гейтс его как-то с ним был связан. А потом уже идут разные языки программирования, которые уже программируют, они более легкие. Вот примерно так устроен человек, у человека есть вот этот вот инстинкт, это то, что у него вшито безусловные рефлексы, которые прям он с ними родился. Дальше эти инстинкты, которые в нем есть, которые прошита автоматическая прошивка, если ты съедаешь рептилии, очевидно, вот этот вот рептильный мозг или насекомых ты съедаешь, он легко туда переходит, избивает там программы, поэтому нельзя есть этих насекомых. Это самое страшное нарушение кашрута, есть насекомых, надо промывать всю, всю вот зелень, овощи и так далее. Нужно очень тщательно промывать и убирать вот этих всех насекомых, чтобы не стать похожим на муху цокотуху, позолоченное брюхо. Муха там что-то наделала, да, паук там, вообще жуть. Я бы не хотел, очень не хотел быть похожим на паука, такой страшный вообще. Теперь дальше. Дальше у человека есть мозг млекопитающего, это эмоциональная сфера. Если человек начинает из млекопитающего превращаться в хищника, то он устраивает войны, он нападает, он воюет, он дерется, он обижается, он гневается. То есть это не жизнь, это очень вот такие вот постоянные эмоциональные качели. И люди нервные, они быстро умирают. То есть они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от инсультов, там, инфарктов и так далее. То есть мы видим, что гневливость, раздражительность и... А те, которые вообще агрессивные такие, да, их еще раньше чаще всего убивают где-то в каких-то войнах, потому что война, это ж такое дело, знаете как, как идут два хулигана, говорят, давай вот на этих нападем. То говорят, а если они на нас? Говорят, а на нас за что? Так вот именно за то, что если ты нападаешь, так на тебя всегда есть за что. Теперь третье. Это значит мозг млекопитающего. И поэтому очень важно есть имена, если уже вы едите мясо, есть кошерное мясо млекопитающих, которые кошерные по природе своей и сделаны не кошерным забоем. То есть это, я рассказал, что это специальный способ шхиты, перерезания горла. И потом проверка, сразу же сливают всю кровь, сразу сливают всю кровь. И значит проверяют, чтобы это животное не было больно ничем. Теперь дальше. И последнее, последнее, это духовность. Значит рыбы, рыбы, насколько я знаю, кошерная рыба, это самая легкая пища, которая с одной стороны и белковая пища, с другой стороны она постоянно живет в воде. А вода, мы знаем, очищает от всего. Вот это вот природный океан, вода, чистота очищает от всего. Но насекомые, опять вы спросите, креветки, например, тоже живут в воде, тоже живут в океане. А почему их нельзя? Нельзя, креветки это как морские насекомые. Нельзя. Все, друзья, значит мы с этим закончили. И как я уже говорил, мы будем в конце урока. Значит первое, сделайте свои, пожалуйста, свои сделайте, пожалуйста, пометочки, да, что вам в этом уроке было полезно. И сегодня у нас 14 апреля. И мы возьмем 14 главу Мишлей, притчи царя Соломона. И буквально из этой главы сейчас мы прочитаем 1-2 отрывочка, чтобы продолжать изучать Мишлей и не забывать. Каждый день нужно учить Мишлей в Аикра Жизпаторе. Там есть в электронном виде эта книга. Значит, пожалуйста, присоединяйтесь в Аикра Жизпаторе. Это уже наш учебный бот, в котором можно изучать Тору более глубоко, более глубоко изучать заповеди, более глубоко изучать аспекты молитвы и так далее. И можно, напоминаю вам, инициировать, вы можете поговорить с Яковом Шатадиным и финансировать создание любого урока Торы по любой заповеди, но уже учебного урока. У нас сейчас ознакомительные уроки, но если вы хотите копнуть глубже в какой-то урок и сделать, чтобы был урок вашего имени, это как бы вы в этот мир его внесли, создали, то отлично можно с Яковом договориться. И у нас будет вот этот учебный бот Жизпаторе, он будет таким образом расти, наполняться все новыми, нужными, структурированными уроками короткими. И вы сможете в любой момент какой-то урок изучить. Мы просим раввинам готовить там уроки таких, знаете, там будут углубленные уроки. 14 глава. Значит, начинается 14 глава с одного из самых известных отрывков в Торе. Хахмот нашим бантай бейта. Написано, мудрость женщин строит дом ее. А женщина и велет, это грешница, да, которая, ну или глупая грешница и велет, да. Беядэ это арсена. Она своими руками рушит свой дом. Значит, здесь написано, что все-таки мудрость женщины это важная вещь. И женщины по природе своей, они более умеют коммуницировать, они более, то есть, женщина называется основа дома. Поэтому женщины, некоторые женщины своими руками свой дом строят, а некоторые своими руками разрушают. Это нам сказал царь Самон. Значит, ходит прямой стезей боящийся Бога, то есть, он ходит прямо, тот, кто боится Бога, а тот, кто искривляет свои пути, пренебрегающие им. Значит, вот на этом мы сегодня остановимся. А, нет, вот еще есть один пасух, я увидел четвертый, это тоже очень интересный отрывок, я тоже его расскажу сейчас. Значит, что значит ходящий прямо, ходит прямо боящийся Бога? Вот у человека есть сегодняшний день, здесь и сейчас, есть у него, ему надо принять решение, куда и как поступить. Есть глобальные решения, куда идти учиться, на ком жениться, какую работу выбрать, в какую страну переехать, какие-то глобальные решения. Есть решения более короткие, более, менее значимые, что делать в ближайший час. Теперь, боящийся Бога, он говорит так, что для меня главное, что для меня приоритетное, я Бога боюсь, значит, Бог все определяет, все мое будущее. Значит, для меня вопрос простой, что Бог от меня хочет, что более важного в моих взаимоотношениях с Богом, и это для него критерий во всех его решениях. И он ходит прямо, как сказал царь Соломон, на всех своих путях, на всех своих путях познавай его Бога, он выпрямит твои дорожки. То есть, решение надо принимать в состоянии, когда ты помнишь о Всевышнем, и он выпрямит твои дорожки. Человек неверующий, ему надо решать по каким-то другим факторам, он все время запутанный. У него есть одно желание, второе желание, он думает, что надо так поступить, думает по-другому, потом ему, значит, третье взбрело в голову, потом пришли другие люди, такие же, как он. И у него, получается, вся его жизнь вот такое вот петляние между другими людьми, между вожделениями и желаниями, между какими-то факторами, которые он считает прямо очень умными. В итоге он всю жизнь петляет вот так вот, а человек, который верит в Бога, для него все просто. Значит, все, я делаю то, что Бог от меня хочет, все остальное не важно. И последнее, я хотел вам рассказать, вот тут четвертый отрывок, я когда приехал в Ешиву, начал учиться, была у меня такая история. Значит, я вам вначале прочитаю четвертый отрывок. Бээн Алафим Авузбар. Когда нет Алаф быков, такие, я сейчас объясню, кто это быки, значит, Авузбар, это ясли, место, где они находятся, чисты. Нету быков, значит, у тебя сарайчик, где стояли бы эти быки, а он чистый. Быков нету, значит, и грязи нету. Но дальше продолжает отрывок. Вэраф твуот, быку ахшор. Но много урожая, много урожая и прибытка от силы этого быка. Значит, я пришел, когда попал в Ешиву, целый день, когда я пришел в Ешиву, мне было тогда 22 тысячный год, 27 уже почти лет, да, 26 с половиной, когда я пришел в Ешиву. И, значит, сел я учиться, начинается учеба в 7 утра молитва, в 8 завтрак, в 9 начинается учеба и заканчивается учеба в 9 вечера. Целый день ты сидишь и учишь Тору. Урок, потом повторяешь, урок Торы повторяешь. И так целый день, потом учишься вдвоем с кем-то, и у тебя идет постоянно вот такая вот учеба-учеба Торы. Я прихожу к Роши Шиве, и ему говорю, у меня уже нет сил целый день сидеть. Я, давайте, почему мы в перерывах не занимаемся спортом, не бегаем там, в футбол не играем, почему? А он мне открывает Мишли, вот этот отрывок, где написано, если нет быков, то ясли чисты, но много пользы от силы быка. Он говорит, смотри, молодые все ребята, вы же, говорит, как бычки такие, да? Теперь, если вы быки вот такие, и вы пойдете еще в футбол играть, вас потом обратно не усадишь. Вы дальше после футбола пойдете дальше гулять, дальше пошло, пошло, поехало, то есть вами будет ваш внутренний бык управлять. Теперь, если быка этого нет, если ты не усиливаешь свою животную вот эту силу, да, то тогда у тебя ясли чисты, у тебя жизнь становится чистой, тобой управляет интеллект, ты спокойный, рациональный, то есть у тебя во всех решениях тобой управляет твой интеллект. Но действительно, много пользы от силы быка, если ты сумеешь этого быка обуздать, если ты сумеешь управлять этим быком, если ты еще и сильный, но ты направляешь силу только на работу, на Тору, на помощь людям, на духовное развитие, это, конечно, лучше, то есть человек сильный физически, он может добиться невероятных результатов и в духовности. Но, говорит, как правило, как только человек становится очень сильным, он забывает про Всевышнего, он забывает про Тору, забывает про духовность, он выходит на пляж, расправляет свои плечи и, значит, ходит, такой быкует, знаете, быкует. Так вот, значит, он говорит, нам тут быковать не надо, поэтому, говорит, лучше спокойненько сидите и не играйте в футбол. Так он не ответил. Ну, а там дальше в жизни каждый сам выбирает. Все, друзья, удачи и успехов всем. Шаббат шалом. Напишите, пожалуйста, свои выводы, свои инсайты, то, что вы запомнили. Это очень важно. Вот Максим очень отлично сделал три вывода. Интересно читать, какие выводы у кого были. Вот, еда становится частью человека. Так важно следить за тем, что кушаешь. Мудрая жена, основа дома, 100%. И загружать под сознание правильную информацию. Она влияет на принятие решений. Я бы добавил тому, что сказал Максим, главное при принятии решений познавать Всевышнего. То есть, боящийся Бога пойдет прямым путем. Если ты перед принятием решений вспомнил о Всевышнем, помолился. Сказал, что мне самое главное, чтобы... Понятное дело, что по любому пути, если ты идешь и Бог тебе дает благословение, у тебя везде будет удача. А если ты петляешь, то кто тебе сказал, ты можешь быть супер-мега умным. Но Всевышний вот так вот тебе, на тебе коронавирус, на тебе какая-то ситуация. Люди могут подвести в любой момент. Поэтому самое главное, это намерение служить Всевышнему, которое выражается в кошерной еде и в кошерном поведении. И будет тогда удача во всем. Шаббат шалом. Все, удачи, успехов. Пожалуйста, подписывайтесь на бот Ваикра Жизнь по Торе. И начинайте изучать Мишлей. И кто хочет, инициируйте уроки Торы в память о своих близких, которые ушли. Или для того, чтобы увеличивать свое благословение в этом мире. Пока.